Вопрос вдогонку по Фарке. Вопрос вдогонку по Фарке. Вопрос вдогонку по Фарк. 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 Самую простую, самую шутовскую роль, которая не требует глубокого погружения в футбол, которая не требует часто его смотреть. И в итоге мы наблюдаем часто такую самую примитивную и, на мой взгляд, конечно же, абсолютно дебильную реакцию. Стоит отметить, что в этом море хаоса, конечно, находятся люди, которые умудряются выделиться с позитивной стороны. Конечно, самый яркий пример – это Валерий Карпин, который, понятное дело, не совсем уже был бывшим игроком, уже был практикующим тренером, когда он работал на Матч ТВ. Но все-таки он значительно отличался от этого шаблона. И одна из причин, почему он значительно отличался – это как раз-таки опыт работы на испанском телевидении, который у него еще раньше появился. Есть Андрей Рашавин. И тоже кажется, что, наверное, это непростое совпадение, что он какую-то часть карьеры провел в Англии и наверняка смотрел, как устроено английское телевидение. Безусловно, просто посмотреть недостаточно. Нужно еще определенное желание, определенные, может быть, даже какие-то природные таланты. Но все-таки у него тоже значительные отличия от тех экспертов, которые хочется брать в кавычки. Он, во-первых, самое, наверное, главное правило – никогда не говорит о матчах, которые не видел. То есть ему не стыдно сказать – я эту команду в этом сезоне вообще не видел, я этот матч вообще не видел. Но зато когда он видел игрока, матч, команду, он говорит не абстрактными фразами, а конкретными. И это уже намного лучше, чем то, что мы наблюдаем, когда людям нужно просто сказать ради того, чтобы сказать. Потому что нужно продолжать этот бесконечный цикл засвечивания своего лица в телевизоре. К сожалению, вот сейчас такая печальная ситуация, у меня спросили о причинах, и я думаю, что я достаточно подробно ответил. Там еще был вопрос, как искоренить все это. Я думаю, тут тоже можно в моем ответе о причинах прочитать определенный план по искоренению этого. Понятное дело, тут определенную роль играют финансы. То есть чтобы все было… в идеале нужно, чтобы телевизор могло, ну, может быть, не напрямую, но хоть как-то конкурировать по деньгам с тем, что эти же люди могут зарабатывать в клубе. Тогда в футбольном клубе они действительно востребованы. Потому что сейчас такой конкуренции нет, и очень часто приходят люди, которые просто-напросто никому, кроме как на телевидении, из-за того, что у него есть статус какого-то экс-кого-то, они никому, кроме этого, по сути, и не нужны, и готовы приходить за относительно скромные гонорары. Ну, или даже иногда вообще просто, чтобы напомнить о себе. Это проблема, но, безусловно, это не главная проблема, и просто вниманием это не решить. Следующие шаги, которые тоже уже частично были упомянуты, я думаю, они достаточно очевидны. Во-первых, нужно балансировать. Во-вторых, может быть, не говорить даже напрямую об этом экспертам, но давать им роли. И в рамках этих ролей действительно создавать более сбалансированную картину, тогда, может быть, мы меньше будем таких абсурдных высказываний слышать.